Я всегда начинаю с этой карты. Я знаю, она выглядит сложно, но я все объясню, разделил ее на некоторые части. Это карта рынка угля. На этой карте вы можете видеть, кто кому продает уголь, кто у кого покупает и так далее. Уголь – это глобальная проблема. Глобальный маркет разделен на две части. И здесь мы можем видеть такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея, которые импортируют уголь. Атлантический угольный рынок, импортирующий страны Турция, Турция, Европейский Союз, Северная Африка и также страны экспорта. Южная Корея, Колумбия, Соединенные Штаты, Россия. Южная Корея и Африка. Они могут продавать и в USA, и в Индонезию, в зависимости от цены. Некоторым странам очень далеко везти уголь, и поэтому этим объясняется то, что они не продают на определенные рынки. Они продают туда, куда поближе довезти. Вот где-то здесь. У Кузбасса очень интересная и выгодная географическая позиция. Но только пока этот рынок существует, и этот рынок существует. Ассоциация немецких угольных импортеров опубликовали доклад. Здесь мы видим Германию. Эта карта показывает, куда идет русский, российский уголь. В 2011 году практически 11 тонн. Число растет, росло, и в 2017 году у нас почти 20 тонн. 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн. Вдвое выросло с 2011 по 2017. Мы можем видеть, что 5 лет назад они импортировали практически 18 миллионов тонн. А сейчас это меньше, чем 4 миллиона тонн. По той причине, потому что они закрывают угольные станции. Он просто пытается сказать, что даже в случае с Германией, то, что это так выросло, это не потому, что они больше в целом начали угля сжигать, а потому, что из каких-то других стран прекратили, а из России начали больше. Но общее количество угля у них при этом не выросло. А это из России. А в Великобритании другая ситуация, там резко упало, и это не потому, что начали где-то в другом месте этот уголь покупать, а не в России, а потому, что закрываются станции, и его начинают меньше использовать. В разных странах разная ситуация. Здесь вы можете видеть числа разных стран, что заметно снижается, число потребления угля заметно снижается. Что касается Германии, я практически уверен, что в ближайшие пять лет импорт из России в Германию снизится. И это, естественно, повлияет на Кузбасс. Добыча угля в Германии. В Германии долгая история угольных шахт. У меня был шанс посетить шахту в Германии, но сейчас они все закрыты. Шахты, которые вы видите, закрыты в 2015 году, в 2018-2018. Это также причина, по которой мы импортируем уголь из Кузбасса. Сейчас в 2017 году осталось ноль тонн, при том, что сейчас у нас есть возобновляемая энергия, все это кажется как будто устаревшее, как будто из прошлого. Очевидно, мы говорим о крупных изменениях, но о невозможно. В 2000 году была, можно сказать так, революция. По закону люди получали деньги, если они устанавливали солнечные панели на свои дома. Сначала им нужно было заплатить за них, но когда солнечная панель начинала производить энергию, солнечную энергию, они получали, так сказать, установленную оплату в установленном тарифе. И я помню, производители угля тогда сказали про это, что это невозможно, солнечные панели, батареи, они очень дорогие. В 2000 году был этот тариф, и он был довольно большой, почти 1 евро за киловатт-час. В то же время угольная энергия тогда и стоила 6-7-8 центов. И разница была действительно большая в самом начале. В октябре 2018 года была уже 8 центов за киловатт. Мы также можем говорить про ветер, где изменения еще намного более интересны, так как ветер намного дешевле, чем уголь. И какая на самом деле цена угля? Цена в бесконечности. Имеется в виду последствия экономические, которые еще в течение очень длительного времени будут. Негативные последствия. То есть какие-то последствия, которые будущие поколения будут оплачивать долго еще. Не чувствовать на себе. Да, да, да. Вот это вот. Да, да. Компании-производители угля, они совершенно не думали о заменяемой энергии, потому что они совершенно не думали, что для них это может быть какой-то проблемой. Здесь показана первая неделя октября 2018 года. Красная линия показывает потребление энергии в Германии в понедельник, вторник, по дням недели. Среда выходной, поэтому очень пониженное потребление энергии. А это производство энергии ветра. Это от Солнца. Это от Солнца. Это вода. Это биомасса. Это биомасса. Это очевидно стало проблемой для угольной промышленности. Конечно, еще не 100% заменяемой энергии. И это достигнуто не угольной промышленностью. Здесь вы можете видеть ту же самую неделю, и здесь распределение цвета, коричневый и черный. Сейчас возобновляемая энергия намного важнее, чем уголь, и должна использоваться прежде всего. И вот эта вот черная линия, это линия, относящаяся к Кузбассу. Если возобновляемая энергия заменит вот эту вот черную часть здесь, это повлияет на 20 миллионов тонн импорта из Кузбасса. Но все еще у нас есть большие разрезы. Это уголь просто плохого качества, хуже, чем здесь. Это бурый уголь. Может быть, вы знаете, что Германия выходит из эксплуатации все атомные станции. И серая вот эта часть, она через какое-то время вообще исчезнет. И Германии сказали, что прекращение использовать угля, закрытие атомных станций, одновременно сделать это невозможно. И проблема уже не та, что если мы прекратим использовать уголь, а как нам это сделать? И, конечно, мы это сделаем с успешным использованием возобновляемой энергии. Очень важная кампания была сделана в течение 2008 по 2013 год. Как я уже сказала, мы не просили закрыть полностью добычу угля. Но мы сражались против того, чтобы открывались новые. Многие страны согласны, уже согласовали прекратить использование угля. Большинство зеленых стран согласились прекратить использование угля к 2025 году. В Германии большие споры, как это сделать. В Польше большие сопротивления. Может быть, потому что польская угольная промышленность достаточно сильна. И Турция, которой нужно очень много угля, там растет потребление, и угля им нужно все больше и больше. Как я уже сказала, у Кузбасса есть преимущество продавать и в Европу, и в Азию. В Европу, вы видите, ситуация изменится очень быстро. Со всеми последствиями, которые могут быть для Кузбасса. И все в зеленом цвете на карте, что вы видите, это к 2025-2030 году, то есть через 10 лет. Это новые УДЭС, то есть новые угольные станции, которые надо нормально запланированы. Видно, что в основном это Турция, это Восния, есть что-то в Польше, есть три немецких, но одна из них точно не будет построена. А две, скорее всего, будут. Ну и там одна в Чехии, еще там помелочек. Это то, что сейчас планетно. Многие активисты в Германии сказали, мы не можем доверить это государству, мы не можем ждать, мы должны взять это в собственные руки. С 2018 года появились так называемые климатические лагеря в Германии. Люди собирались вместе, рядом с большими шахтами. Они организовывали мастер-классы, приглашали экспертов по поводу климатических изменений, климатических проблем. Они также организовывали демонстрации и акты гражданского неповиновения. Юристы и также люди сказали, что мы также должны взять это в свои руки и не ждать от государства что-то делать. Более радикально. Магнанное дерево было построено рядом с огромной шахтой. Угольные станции, они хотели вырубить лес, чтобы на этом месте добывать уголь. Люди начали строить дома на этих деревьях, они стали жить, начали жить в этих домах. Некоторые люди жили по 6 лет на этих домах, на деревьях. Люди на деревьях жили, были и другие формы протеста. В 2014 году была акция, которая называется «Людская цепь», когда люди и в Германии, и в Польше скомпировали очень длинную, на много километров цепь, вот из активистов. Они протестовали в речь в открытии нового разреза. Речь идет о том, что были разные акции, разные виды деятельности протестной. Но реакция была со стороны владельцев угольных станций такова, что «Ну, хорошо, вы делаете то, что вы делали, а мы будем продолжать наш бизнес». Первая акция гражданского неповиновения в антиугольном движении в 2015 году, когда люди в разрез идут. Если вы присмотритесь, вы увидите сотни людей внизу, входят в разрез. Это был мирный процесс. Идея была прекратить, остановить работу вот этих вот машин, не сломать их, не вывести их из строя. То есть люди хотели сделать это все мирно, не атаковать полицию. Но опять же, процесс перехода границ. Просто, чтобы вы поняли размер данных машин, здесь автомобили снизу и вот данная машина. Линия полиции и линия людей, которые хотели остановить работу данной машины. Это было в 2016 году на польской границе. Шведская компания. Они даже не пытались заблокировать. Они знали, что это невозможно, потому что было 4000 человек. Это уже другой вид акции, к которому пойдет речь. Организация, в которой работает Себастьян, называется «Ургивали». И помимо другой всякой деятельности, они еще занимаются тем, что попадают на встречи акционеров крупных компаний и получают возможность там выступать перед акционерами со своей критикой. Обычно гражданское общество мобилизуется в эти дни, приезжает в это место и устраивает вокруг разные акционеры. Акции протеста, как бы, да, и чего-то требуют от этих компаний. Мы ходили, представители нашей организации выходили на встречу акционерам, и они спешили, им пришлось нас выслушать. Это еще одна наша акция против Ватенфау. Мы стояли возле входа на встречу акционеров, и каждый, кто проходил мимо, получал от нас там специальный флайер, листовку, в котором объяснялось насчет всех претензий, которые есть. И Ватенфау очень сильно изменился после этого дня. Они изменили свое отношение. И он три дня назад буквально встречался с представителем Ватенфау, и ему сказали, что им было бы интересно узнать о том, что в Кузбассе, и они попросили больше информации о том, что здесь происходит. Потому что там очень трудно получить ситуацию о том, что происходит здесь. Вот так изменилась идея климатических лагерей, о которых я раньше говорил, что они начались в 2008 году. Вот так они выглядят сегодня, это климатический лагерь 2017 года. Здесь палатки, в которых живут активисты, которые приехали в климатический лагерь, а здесь палатки, в которых проходят различные встречи, дискуссии, и вот таким образом работает климатический лагерь. И все это очень сильно выросло за 10 лет. Почему такие протесты против добычи угля? Потому что это не только изменение климата, это также и ситуации, когда нужно сносить жилые, ну, какие-то места, где проживали люди. Это один из примеров. И мы можем, и, конечно, это нужно делать, писать разные письма, писать доклады и работать с бумагами. Это все, конечно, важно. Но никогда нельзя забывать о том, какую силу имеет картинка, фотография. Когда вы вот это показываете, вот добыча, вот огромный механизм тут работает, когда вы показываете такую фотографию, всем сразу становится понятно, и миллион слов не заменит вам то, что вы увидите на такой фотографии. Вам сразу все понятно. Потому что вот там вот лес, да, и смотрите, что рядом сделали. Произошла кульминация этого протеста нынешним летом, 18-го года. Компания хотела выгнать активистов из леса, и этому начали уделять больше и больше внимания в средствах массовой информации. И было понятно, что местные власти поддержат угольную компанию и позовут очень много полиции для того, чтобы всех выгнать из этого леса и, наконец, его срубить для того, чтобы начать там добывать уголь. Было 4 тысячи полицейских, и в конце сентября они начали действия по перемещению людей, которые жили на деревьях, то есть их снятию оттуда, то есть освобождению леса для того, чтобы его, наконец, вырубить. Это вот в этом сентябре было, в конце сентября. Благодаря активности людей и активности средств массовой информации это не получилось сделать, и все это превратилось в худший пиар для индустрии и власти за последние годы. 6 октября была кульминация всего этого, когда более 50 тысяч человек приехало в Хамбахо Форест. По иронии судьбы, за день до этой демонстрации было решение суда об остановке всех этих работ на два года. И многие люди говорят, практически все говорят, что на самом деле нет, это не было бесполезно. Без этого движения суд, скорее всего, никогда бы не принял такое решение. Это решение суда было принято под давлением этих массовых протестов, иначе такого решения бы не было. И привлечь к этому внимание. Если мы в Германии покупаем уголь из Кузбасса, то мы должны интересоваться тем, как этот уголь произведен и какие с этим проблемы связаны здесь. Все сложно, если кратко выражаться. Очень интересно побывать здесь, очень интересно увидеть не только разрезы, то, что здесь делает угольная промышленность, но также и то, что делают люди, как они реагируют на те проблемы, которые есть, и как они самоорганизуются. И кажется, что это очень хороший процесс, который здесь идет сейчас.